Добрый вечер! Эфир общественного телевидения НКР продолжает программа «Вестник» на календаре воскресенья 23 апреля. Сегодня мы покажем большой репортаж о патриотическом утреннике в столичной русской школе номер 3, но вначале информационный блок-резюме с кратким обзором некоторых событий уходящей недели. Президент Бако Саакян посетил Мартунинский район. Состоялась апрельская пленарка парламента. С лекцией в Аргу выступили археологи Ливон Епископасян и Павел Аветисян. Вчера в столице прошел общегородской субботник. Итак, подробности новостного блока. 21 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мартунинский район. В райцентре Мартуни глава государства ознакомился с работами по строительству и ремонту внутригородских дорог, дал соответствующие поручения. В тот же день президент посетил город Чартар, провел встречу с учительским составом местной средней школы номер 5. Были обсуждены имеющиеся в школе проблемы. В четверг состоялось пленарное заседание Национального собрания НКР. Депутаты унесли изменения в госбюджет текущего года. Во втором чтении парламент принял закон о воинской обязанности. Далее были заслушаны годовые отчеты за 2016 год омбудсмена НКР и службы сейсмической защиты. Завершилась пленарка с заявлениями депутатов и вопросами членам правительства. В социальной сети Facebook начался прием вопросов для очередной пятой по счету онлайн-трансляции ответов на них премьер-министра НКР Раика Арутюняна. Вопросы принимаются до 30 апреля включительно. В рамках проекта «Неформальное образование» в среду с преподавателями и студентами-естественниками Арцахского госуниверситета встретился археолог доктор наук Ливон Епископасян. Представляя гостя, ректор Мануш Минасян отметила, что Ливон Епископасян в сложные годы возглавлял Аргу, а ныне задействован в ряде археологических экспедиций в НКР. Ученый заметил, что цель лекции – привлечение внимания арцахских студентов к археологии. В раскопках на территории Арцаха участвуют иностранные студенты, а вот арцахские, увы, нет. Ректор подчеркнула целесообразность участия студентов Альма Матер в раскопках. Далее Ливон Епископасян отметил, что в Азербайджане раскопки в Нагорном Карабахе политизировались большей частью, запрещались. И это в том случае, что здесь, в селении Дмонис, обнаружен череп прямоходящего человека, возраст которого оценивается примерно в 2 миллиона лет. Встреча с ученым завершилась ответами на вопросы студентов. В пятницу в гостях в Аргу побывал директор Института археологии Национальной академии наук Армении Павел Аветисян. Вы смотрите программу «Вестник». Во вторник в Степанакирской русской школе номер 3 имени Грибоедова состоялось большое патриотическое мероприятие памяти павших в развязанной в апреле прошлого года Азербайджаном войне. На концерте присутствовали жены высших руководителей НКР, многочисленные гости. Для улыбок и для встреч в наследство получили мы планету. Нам этот мир завещанно беречь землю, удивительную эту. Завещанно беречь нам этот мир, такой неповторимый на рассвете. Он с детства очень дорог нам и мил. За будущее мира мы в ответе. Мы не дадим стать пеплом и золотом тому, что красотой земной зовется. Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое смеется. Нам этот мир завещанно беречь. Другого нет, другого и не надо. Он, этот мир, сумел сердца сберечь, воинственно ломая все преграды. Никто не забыть и ничто не забыть. Так было всегда и так было завещано нашими отцами и дедами. Мы часто смотрим в небеса, мы с детства верим в чудеса, но забываем вечно об одном, что чудо главное — земля. Мы все на ней одна семья. И вся планета — наш огромный светлый дом, общий дом. Сегодня мы собрались все вместе, чтобы в очередной раз вспомнить все то, что было, что есть, что свято и незабываемо. Предтечи сегодняшнего героизма арцахцев были названы подвиги наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны. Война. Сколько в этом слове холода и ненависти, сколько страха и потерь, сколько страданий и горести. На протяжении почти целого века три войны прошлись через наши судьбы. 1941 год. Великая Отечественная война. Она прошлась через сердце человека. Людьми двигала любовь к родине, ненависть к врагу. Свой долг они выполнили до конца, не жалея собственных жизней. И в этом характер советских солдат, приблизивших в победу. А победа эта – заслуга тех, кто брал Рейхстаг, кто пал под Москвой, под Курском, под Киевом, кто голодал в Венинграде, надеялся на чудо в Сталинграде, кто без вести пропал на дорогах войны. Достойное место в летописи Великой Отечественной войны заняли карабахцы, которые тысячами пали на фронтах Великой Отечественной войны. На фронт было мобилизовано 45 тысяч человек, или 32% населения. 24 карабахца стали героями Советского Союза. Двое из них – Нельсон Степанян и Иван Баграмян – были удостоены этого звания дважды. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Встречайте трепетную весну, убейте войну, прокляните войну. Мечту пронесите через века и жизнью наполняйте. Ну, а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Жди, Мэр, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Тематику Великой Отечественной скрасил песнями военных лет учительский хор школы. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце бросит, музыки вдвойне. В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки дай гон Ты слезу утираешь. Где мы с тобой танцуем пас? Где мы с тобой танцуем пас? Где мы с тобой танцуем пас? В миноре. Синий дисгромный плодочек Падал с запущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь Властковых радостных встреч. Вон зеленый имя, Вон тупрявый, Да раз тупрявый и с тобой. Расцветали яблони и клюши, Павлони и куман на душе. Выходила на биг, Катюша, На высокий берег над лутой. В ходе вечера органично сочетались выступления на русском и армянском языках. Но война вновь поскучалась в наше время. Война 1991 год. Война. Освободительная война. Война за армянское достоинство. Война за родину, За земную, Ставшую Foxierung, Война с соседями, в одночасье ставшими врагами. Война за нашу свободу, за язык и культуру, за хачкары и камни. Сколько жизней было отдано за нее! Сколько людей было вынуждено покинуть родные места! Сколько людей осталось на чужую! Скажи, Армении, найдется ли земля, в чьих неграх и сынов твоих не хоронили? А пока не в сабу, где спасу мы, А чалу, то ласк, и па, то лаканчу, и, То лапе, ба, ка, рамо, цар, ба, шра, та, Трогательным был диалог учителя и ученика о самом важном. Сережа, о чем ты тревожишься часто, Слушая точно наполненный фильм? Что тебе нужно сегодня для счастья? Мир! Мне нужен мир! Драда в России, улыбчивое солнце, Мне нужно бегать, прыгать, петь и танцевать. Мир! Мне нужен мир! Жить ты должна, родная земля! Ради тех, кто за тебя воевал! Ради крика детей, веселяющихся в школе! Ради бабушек, дедушек, пап и мам! Ради будущего нашего! Ради родины, дома, родных! Гарина, Марьяна, Элен, Мария, Марям, Сотри, Мик! Вы улыбаетесь часто! Взор ваш открытый нам дорог и мир! Скажите, так что же вам нужно сегодня для счастья? Мир! Нам нужен мир! Чтоб каждое утро в школу мчаться! Чтоб радостно и приветливо улыбаться! Минута и молчание присутствующие почтили память погибших в апрельской войне 2016 года. Священная война! Враги посигнули нас самое святое! Право жить и служить в мире! Это была война за честь и достоинство! За всех поруганных и уничтоженных наших дедов и отцов! За наш мир и покой! Когда эти армяне хватают друг друга и плечом к плечу топчут землю, их невозможно остановить. Гай Юрий Цезарь. Первый век до нашей эры. Много раз доказывали, что сообща, мы можем решить любую проблему, преодолеть любые трудности. Наше единство является одним из основных залогов усиления Родины. Богор Саакян. Возможно, это триединство привело к тому, что мы сейчас живем в стране своих предков. Стараемся быть первыми во всем. В учебе, в спорте, в искусстве. Так сделаем нашу Родину сильной, достойной уважения, процветающей. Языком рисунков дети младших классов рассказали о своих чаяниях. Я нарисовала яркое солнце, а я нарисовала мирное небо, а я нарисовала свет в оконце, я нарисовала колосья хлеба, я нарисовала весенние листья. Я, школу, ручей, друзей беспокоимых, и зачеркнем наши общие кисти. Выстрелы, взрывы, огонь и войны. Арцарские дети сказали «нет войне», в том числе песней учащегося школы Миши Григоряна. Дети Арцаха, за руки возьмитесь. Шар земной обнять под силу вам. Войны на земле остановите. Мир под властем детским голосам. Милые мальчишки и девчонки, научите взрослых мирно жить. Не забыли участники концерта и своих российских друзей. Дружба между Россией и Арменией. Перечислить имена всех тех, кто не остался равнодушным к нам, к проблемам нашей страны, невозможно. Но не назвать некоторые мы не имеем права. Ким Бакши, Борис Баратов, Владимир Соловьев. Армению сложно не любить. Сложно не любить армян, этих гордых людей. Мужчины, которые своей жизнью доказали, что являются гордыми преемниками своей великой истории. Когда же наступает момент истины, они становятся воинами. Воинами-победителями. Женщины-армянки, водолюбие и заботливость которых настолько потрясающие, что каждый мужчина чувствует себя генералом своей армии. А самое главное – это армянское сердце. Самое главное – это то, что каждый армянин чувствует принадлежность к великой истории. И ответственность за великий народ. Владимир Соловьев. Я долго думал о том, как много значит для армян эта горная страна, которая на протяжении тысячелетий была оплотом их национальной жизнью, островом надежды, залогом возрождения. Эту страну они защищали с поколения в поколение и будут защищать все последующие века. Борис Парагов. Прозоренный край. Путешествие в Карабах. Русская земля. Да будешь ты Богом хранимым. Да станешь ты благоустроенной и сильной. Да будет в тебе сила стать мессией. А русскому человеку быть братом всех людей. Быть всей человеком. Федор Достоевский. Мы благодарны всем россиянам, которые не оставили нас в трудную минуту. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущем жизни суть. Передать, сохранить, простить. Нашим детям здесь еще жить. Завершилось действо утверждающей песней учительского хора с литмотивным слоганом «Жить». В этом будущем жизни суть. Передать, сохранить, простить. Нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Всех участников утренника поблагодарил министр образования и науки НКР Слава Асрян, заявивший, что русский язык для арцарцев является родным, яркое подтверждение чего и само мероприятие, и постоянные успехи третьей школы на различных олимпиадах и конкурсах. Зритель уходил с утренника с осознанием того, что в Арцахе состоялся еще один праздник русского языка. Языка, по справедливому замечанию министра, родного для нас. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник и стекло» встретимся через неделю, 30 апреля. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!